В эфире служба новостей СОРОВ-24, в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ледовая арена в старой части города. Депутаты обсуждают судьбу зданий бывшего клуба «Горизонт». День семьи, любви и верности в молодежном центре прошла торжественная церемония по случаю праздника. Солдаты закавказских линейных батальонов второй половины XIX века. В музее военно-исторической миниатюры обновилась экспозиция. Далее расскажем обо всем подробно. Долгожданный ФОК в Сарове в ближайшее время не появится. На его возведение требуется порядка одного миллиарда рублей. Но таких денег на эти цели нет ни в региональном бюджете, ни в городской казне. Нужна помощь частного инвестора, но его пока тоже нет. Решением проблемы нехватки в городе спортивных объектов мог бы стать многофункциональный центр в старом районе с ледовой ареной и спортивными залами. Возможность его строительства обсудили депутаты на очередном заседании думских комитетов. Современная крытая ледовая арена на 470 мест, соответствующая стандартам высшей хоккейной лиги. Спортивные залы и секции. Реконструкция существующих теннисных кортов. Все это предусматривает проект крупного многофункционального центра на улице Силкина. А еще подземная автостоянка на 150 машин и мест, чтобы у посетителей не было проблем с парковкой. Российский федеральный ядерный центр не против того, чтобы можно было модернизировать за счет товарищей, представляющих Атоминвест, свои теннисные корты 2, которые попадают под реконструкцию. Но если там вопрос встает с передачей здания в казну города, ему такие письма вроде все подготовили. Новый центр планируется как продолжение существующего ТЦ Атома. Строительство объекта продлится до конца 2022 года. Реализацию проекта инвестор предлагает на условиях муниципально-частного партнерства. Нам необходимо именно в качестве партнерства со стороны администрации передача земельного участка, самое главное, это земельный участок Силкина 25, на котором размещены объекты, которые не используются для муниципальных целей по причине их ветхости и невостребованности. Что касается социальной направленности, то эта вещь очень такая лукавая. И по поводу социальной направленности проектов Павла Владимировича, здесь большие сомнения. Ну вот один из таких социальных проектов, я не знаю как назвать, но я так по всей видимости понимаю, что это социальный проект, это строительство в пойме, я так полагаю, бассейна. Ну а может быть по аналогии с этим плавательным бассейном, крышу соседнего дома придумать, там эту ледовую арену на 400 мест. А это все-таки участок мы реализуем. И чтобы вы понимали, это реконструкция, ну примерно двух детских садов. Напомним, комплекс здания на улице Силкина, где раньше располагался клуб «Горизонт», уже трижды выставлялся администрацией на аукцион. И ни разу торги не состоялись по простой причине. Не было желающих приобрести это имущество. Здание продолжает стать запустение, все больше ветшая. Суть предлагаемого муниципально-частного партнерства. Инвестор вкладывает в возводимый спортивный объект более 250 миллионов рублей и предоставляет ледовую арену для нужд города. Муниципалитет, в свою очередь, выделяет подстоятельства земельные участки под зданием бывшего клуба «Горизонт». Общая стоимость муниципальных объектов по действующей оценке – 28 миллионов 350 тысяч рублей. На эту стоимость муниципальному образованию будут предоставлены помещения по оговоренной стоимости. Ну, мы брали за основу при расчетах стоимость услуг, которые оказываются у нас в ледовом дворце. Будет предоставляться арена, получается по нашим расчетам на 5 лет, 2 часа в день, то есть безвозмездно. Как выяснилось на заседании комитетов, на площади бывшего клуба «Горизонт» есть и другие претенденты. Руководитель одной из частных танцевальных студий города намерен взять в долгосрочную аренду одно из помещений комплекса зданий. Ежемесячно за 739 квадратных метров он должен будет отдавать в казну более 260 тысяч рублей. Плюс ему будет необходимо провести полную реконструкцию здания, так как в том виде, в каком оно существует, помещение не может быть использовано для занятий с детьми. Оно попросту небезопасно. А это еще по скромным подсчетам несколько миллионов рублей. В проекте нового многофункционального центра предусмотрены просторные залы для танцев. Арендовать их под занятия выйдет куда дешевле. В тех помещениях, которые планируются к строительству, есть возможность реализовать и танцевальный зал, и помещение для занятий. И качество данного объекта будет иметь самое высокое. Помещения будут соответствовать самым лучшим требованиям. И где могут заниматься дети, взрослые, система сигнализации, безопасности, охрана, контроль. Что не сможет сделать ни один индивидуальный предприниматель в своем, вот, в арендованном муниципальном помещении. Еще один минус такой долгосрочной аренды, как заметили депутаты, она наложит обременение на другие помещения комплекса. Если город выставит их на продажу, покупатель будет обязан учесть интерес арендатора. А это дополнительный минус к привлекательности имущества, которые, как показали три несоставшихся аукциона, и так не пользуются спросом. Но то, что продавать этот комплекс необходимо, это однозначно. С силки на 25, либо без силки на 25. Интересанты есть. Интересанты под разные темы. То, что вот КУМИ сейчас, значит, под аренду, ну, я считаю, это просто не серьезный вариант. Потому что уменьшает, как потенциальные возможности этого участка, ну, по сути, все остальные объекты заморозят вместе с территорией. То есть мы получим, опять, на определенный срок, это висящий объект. Депутаты решили провести по вопросу выездное заседание. Встретиться на объекте с руководителем школы танцев и авторами проекта многофункционального центра. Наглядно оценить состояние зданий и обсудить перспективы использования участка. В нашем городе стартовала акция «Дорога безопасности». Ее цель – профилактика детского дорожного травматизма в период летних каникул, а также пресечение и предупреждение нарушений правил дорожного движения среди несовершеннолетних. В рамках акции в течение недели на территории города пройдут рейды, а также разъяснительная работа с пешеходами и водителями транспортных средств. Подробности далее. С такими лозунгами юные инспекторы, родители и волонтеры совместно с сотрудниками ГИБДД выйдут на улицы города. В рамках акции пройдут рейды и беседы с участниками дорожного движения. С начала 2019 года в Сарове зарегистрировано 11 ДТП с детьми. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В нашем городе идет рост дорожно-транспортного происшествия, в котором у нас страдают дети. Зачастую это дети-пешеходы, также есть и велосипедисты. В данной акции мы хотим привлечь внимание и детей, и их родителей, и также водителей. В летнее время, когда у школьников много свободного времени, они нередко предоставлены сами себе. Риск ДТП с участием детей возрастает. Главная цель акции – рассказать горожанам о проблеме детского дорожного травматизма летом и сократить количество нарушений правил дорожного движения. Актуальные темы, которые поднимут организаторы – автокресло детям, ребенок-велосипедист и ребенок-пешеход. Скажем так, напомнить водителям, напомнить, чтобы были внимательны на дороге. Все-таки дети, в силу возраста, не могут они себя адекватно, скажем так, повести так, как может взрослый человек. Детям расскажут о нормах поведения на проезжей части и дворовой территории, а также проведут беседы с водителями, которые нарушают правила перевозки детей и не предоставляют преимущества пешеходам. В своем юном возрасте участница акции Дарья Михеева уже понимает важность проблемы и хочет донести ее до взрослых. Надо знать правила дорожного движения наизусть, надо пристегивать детей. Водителям еще надо быть ответственнее относиться к детям на дорогах. Акция «Дорога безопасности» будет проводиться в нашем городе до 14 июля. Сотрудники ГИБДД призывают саровчан как можно раньше знакомить детей с правилами дорожного движения и подавать личный пример. Департамент образования просит откликнуться саровчан, у которых есть желание и возможность принять в свою семью девочку 2010 года рождения, оставшуюся без попечения родителей. За подробной информацией обращаться к специалистам сектора по охране прав детей в Дом учителя по адресу улица Гагарина, дом 6, кабинет 111, телефон 95572. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В полиции напоминают, что у граждан, которые незаконно хранят оружие, есть возможность сдать его за вознаграждение и избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо обращаться в дежурную часть любого территориального органа внутренних дел по месту жительства. Право на денежное вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют только совершеннолетние граждане. За боевое огнестрельное оружие выплата составит 12 тысяч рублей. За оружие с нарезным стволом 8 тысяч. За гладкоствольное 4 тысячи. В Межрегиональном управлении номер 50 ФМБР России сообщают, что в Сарове участились случаи укусов клещами. Медики призывают горожан, которые посещают леса, соблюдать меры защиты, обязательно надевать головной убор и избегать участков с высокой травой. Особенно бдительными стоит быть владельцем домашних животных. Клещи могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как пироплазмоз, которое при отсутствии лечения может привести к смерти питомца. В Сарове продолжается благотворительная акция «Не остуди свое сердце». Сейчас волонтеры собирают школьные принадлежности, развивающие наборы и обучающие игры, предметы личной гигиены, игрушки и детские вещи. Все это саровчане могут принести в Дом книги на проспекте Музруково. Помощь отправят в Темниковский детский дом и Центр социальной помощи семье и детям. Более подробная информация по телефону 5-15-08. 8 июля вся страна отмечала один из самых светлых праздников лета – День семьи, любви и верности. В Зимнем саду молодежного центра чествовали многодетные семьи, в которых в первом полугодии этого года родились малыши. Родители маленьких саровчан вручили свидетельство о рождении. Также на празднике подвели итоги фотоконкурса «Радость отцовства». О церемонии о ее героях наш следующий репортаж. В День семьи, любви и верности маленькая Варвара получила именную медаль и первый в своей жизни документ – свидетельство о рождении. Девочка появилась на свет в марте этого года в любящей и крепкой семье Бордодымовых. Родители Сергея, Надежда и четверо малышей встречают праздник святых Петра и Феврунии с особым трепетом. Для нашей семьи это веселье, радость, счастье, взаимопонимание, любовь, благополучие. Все, что можно, для нас оно и это все есть. В семье Бордодымовых особое внимание уделяют воспитанию и развитию детей. Старшие ребята помогают маме по хозяйству, нянчатся с малышами. Свободное время родители вместе с детьми любят проводить на природе. Придерживаются здорового образа жизни и считают, что звонкий детский смех в доме – главное счастье в жизни. Счастье в детях у нас. Счастье в детях, любовь к ним, любовь к своим родителям. Самое большое – это любовь к своим родителям, то, что они нам дают, мы все это передаем своим детям. На сегодняшний день в нашем городе живет 571 многодетная семья. Две ячейки нашего общества взяли на себя ответственность за воспитание девятерых и восьмерых детей. 15 саровских семей растят шестерых детей. Мы часто в семье не только воспитываем детей, но и сами воспитываемся. Стремимся друг к другу прислушиваться, стремимся друг друга терпеть. И тем самым, может быть, в середине своего пути, может быть, даже в конце пути, мы можем более твердо сказать, что мы любим друг друга. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в молодежном центре прошла церемония награждения. По итогам городского фотоконкурса «Радость отцовства». Победителей выбирали в нескольких номинациях. По итогам интернет-голосования определился обладатель приза зрительских симпатий. В музее оловянного солдатика обновилась экспозиция. Своё место на стеллажах заняли солдаты закавказских линейных батальонов второй половины XIX века. Также в музее военно-исторической миниатюры выставлена диорама боя при Бородино, одного из знаковых сражений Отечественной войны 1812 года. Подробности в следующем репортаже. Экспозиция музея военно-исторической миниатюры пополняется из запасов Вячеслава Лопашова, который занимается коллекционированием оловянных солдатиков. Несколько дней назад на стеллажах музея появились солдаты Закавказского линейного батальона, которые защищали южные границы Российской империи. Закавказский войной округ он тогда назывался. Это 1879 год, война в Закавказе. Героическая война, о ней мало чего известно. Почти полгода в музее выставлена диорама Бородинского сражения. История экспоната началась 30 лет назад. Тогда Вячеслав Лопашов купил первый комплект солдатиков, участников боя при Бородино. Это были гвардейцы-гренадеры. Я увидел, что их было много, захотелось еще каких-то приобрести. И впоследствии стали их красить, как могли мы все это делали. И закончилось тем, что сначала делали маленькие диорамки, совсем маленькие, где-то на обычном столе. Когда численность миниатюрных бойцов обеих армий перевалилась за несколько сотен, стало ясно, что масштаб диорамы нужно увеличить. В итоге площадь экспоната выросла до 6 квадратных метров. Длина игрушечного поля боя – 3 метра. Это соответствует 6 километрам в реальных условиях. Тогда в бою сошлись более 250 тысяч военных обеих армий. Это, можно сказать, была пробная мировая война, когда вся Европа, без исключения вся Европа, была здесь, на Бородинском поле. Всего на диораме Бородинского сражения в Музее военно-исторической миниатюры установлено 1600 миниатюрных солдатиков. Они выполнены в масштабе 1 к 72. Еще порядка полутора тысяч игрушечных бойцов различных эпох и стран расположились на стеллажах. В ближайшее время они тоже станут частью новых экспозиций. Планы, конечно, гигантские. Все это создание диорам. То есть вот к небольшим солдатикам, которые за Кавказский округ, будут добавлены еще, естественно, линейная часть побольше, турки будут добавлены. И это, собственно говоря, будет небольшая диорама за сражения на Кавказе. В 4 ноября Вячеслав Лопашов вместе со студентами, школьниками волонтерского объединения «Победитель» представил зрителям мини-диораму освобождения Москвы народным ополчением под предводительством Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.